Всем доброго утречка, доброго вечера или доброго дня, все зависит от того, кто во сколько включил это видео. У меня на данный момент 7 часов утра, и я отвечаю на все те вопросы, которые вы мне задали в инстаграме. Поставлю на паузу, посмотрю, может какие-то вопросики добавились и на ютубе, но это в частности подготовленные и выписаны те вопросы, которые вы мне задавали в директ в инстаграме, и на них я с удовольствием отвечаю. Фоном мне послужат мои посылочки, я их вчера забрала с почты. Здесь ничего особого, какой-то супершокового материала нет, здесь самая стандартная база. Это та база, которой пользуются все рукодельницы. Начинающая эта рукодельница или более опытная, все зависит только от масштабов заказа. Кто-то заказывает полметра, кто-то заказывает бобинами. Я немного отодвину товар для рукоделия и покажу инструменты. Я заказала себе клей и клеевые пистолеты своим подругам. Заказываю клей всегда себе 2 килограмма. На данный момент у меня в упаковке 3 килограмма. Почему я заказываю всегда 2 килограмма? Первый килограмм я заказываю себе, а второй килограмм я заказываю своим подругам. Но как сказать своим подругам? Все знают, что у меня есть клей. Есть клей очень хорошего качества. И начинается вот эта беготня. Продай мне стержень, продай мне 5. Ну пожалуйста, я знаю, что у тебя есть. И отказать я им тоже не могу. Девочки все хорошие, девочки все мои подружки. Ну и остаться без клея я тоже не могу. И вот для этого я и заказываю сразу 2 килограмма. Чтобы потом не переплачивать на доставке. Все равно в течение года разойдется или мне на работу, или на вот эти вот. Дай, пожалуйста. Ну я очень прошу. На данный момент я уговорила 3 своей подруги поменять их клейные пистолеты. Заказать хорошие пистолеты. Пистолеты действительно хорошие. У меня такой пистолет работает уже больше 2 лет. Я им довольна. И рекомендую и своим подругам, и вам. Клей. Клей замечательный. Раньше у этого поставщика клей был в упаковках. Я сейчас поставлю на паузу. Покажу. У меня осталось немного с той упаковки. Но на данный момент продавец рекомендует взять вот этот клей. Я вчера открыла посылку и попробовала его. Отличный. Он ничем не отличается от того. И цена у него намного дешевле. Я вам ссылочку оставлю. Это магазин не рукодельный. Это магазин электротоваров. Магазин строительных материалов. И там, собственно, я и приобретаю свой клей. Вот, кстати, и отличный образец, что касается клея. Я сделала повязочку. Она не пошла. И я думаю, отклею планер. Планер я предварительно поцарапала ножницами. И приклеила на горячий клей. Хотела снять. Вот так я его сняла. Я думаю, планер поломать на две части не составит труда. Но отломить такой маленький кусочек, это надо постараться. Вот такой хороший клей. Клей действительно очень хороший. Рекомендую приобрести килограмм. Считаю, что клей в доме лишним не бывает. Даже если вы не занимаетесь продажей украшений. Тот же самый новогодний декор. Те же самые ремонтные работы. Я думаю, он всегда пригодится. Тем более, стоимость его сейчас 160 гривен за килограмм. В упаковке примерно 118-119 стержней. Это самое выгодное предложение в Украине на данный момент. Во всяком случае, я выгоднее не находила. Еще, зайдя в магазин, обязательно обратите внимание, что помимо клея в магазине есть косметика для обуви. Я тоже там приобретаю. И косметика от комаров, от клещей и тому подобное. Мы готовимся к лету. Мы скоро будем все выезжать на природу. И обязательно такие средства нужны. Там очень большой выбор. Складываю пистолеты на место. Откладываем и переходим к материалу для рукоделия. Заострять внимание на какой-либо посылке я не буду. Единственное, это очумелые ручки Харьков. Это магазин маленького опта. Или чернигов, или черновцы. Неважно. Здесь просто стандарт материалов, которые есть в любом городе, даже не только в интернет-магазинах. Кстати, если кому интересно, то в очумелых ручках этот же клей, эти же пистолеты можно взять поштучно. То есть взять себе 5-10 стрел. Магазин очумелые ручки работает с этим же самым магазином. Ну, может, потому что они находятся оба в Харькове. Ну вот, я открываю посылки и отвечаю на ваши вопросы. Первый вопрос. Как ни странно, у меня спрашивают, сколько мне лет. Мне 39 лет. Родилась я еще в прошлом веке. В 1980 году. Живу я в городе Мариуполе. Это Украина. Скупляюсь я в украинских магазинах. Изредка я ложу глаз на российские магазины. Ну, или Алиэкспресс. Китайцы наши друзья. Так как на данный момент ни в Украине, ни в России, ни в Белоруссии, ни в Казахстане не производится красивая принтованная лента, не производится никакой красивый стразовый декор, не производится фоамиран, мы обращаемся к китайцам. И я заказываю непосредственно в китайских магазинах. Конечно, иногда мне не нужно такое количество, как предоставляет нам китайский магазин. И тогда я участвую в совместных покупочках. Как давно я делаю украшения для волос? Украшения для волос я делаю с 2013 года. Продаю я свои украшения с 2014 года. И как давно у меня канал? По-моему, с 2015 года. Как бы разбег у меня до каждого этапа в моей жизни примерно год. Следующий вопрос. Что для меня YouTube? Для меня YouTube это хобби. К сожалению, заработать на YouTube канале, на рукодельном канале невозможно. Или, как минимум, в Украине это точно. Следующий вопрос. Как я все успеваю? Кто вам сказал, что я что-то вообще успеваю? Я ничего не успеваю. Есть такое выражение, что невозможно купить время. Да, действительно, время нигде не продается. Купить его нигде нельзя. Но можно купить работу. Купить работу или профессионала, или купить себе какую-либо технику, которая сэкономит нам время. Вот на примере стиральные машины. На данный момент одна стирка в Украине стоит примерно от 35 до 60 гривен. Это затрата на порошок, электричество и воду. Но, девочки, кто-то из вас снимет постельное белье, поставит таз и будет стирать вручную целый день? 95% уверена, что никто этого не сделает. То есть, купив стиральную машину, он купит себе время. А чего только стоят наши прокладки и памперсы? Ребят, кто-то вернется к тряпочкам или марлечкам? Это же ужасные времена. Я была на этих временах, я помню тряпочки ни за что на свете. Я куплю себе прокладки и куплю себе памперсы. И сэкономлю на этом время. Еще есть такое понятие, как покупка человека часов. Не подумайте, это не рабство. Это плата профессионалу за его профессиональную деятельность. Если, как говорится, по-правильному ее расшифровать. Для примера я вам предложу такой пример. Ваш ребенок учится в 10-11 классе. И по какой-то причине он не понял какой-то из уроков химии. Может он болел, может он закосил, а может он просто проспал на уроке. Но тем не менее, задание выполнять надо, а вы уже не помните, как решать ту или иную формулу. Что вы делаете? Вы покупаете учебники или где-то берете их за 8-9-10 класс, садитесь сами, штудируете все эти учебники и потом зовете своего ребенка, объясняете ему ту тему, которую он не понял. Или нанимаете преподавателя, профессионального преподавателя, который правильно объяснит эту тему, не так, как вы поняли или вспомнили, и научит вашего ребенка правильно решать ту или иную задачу. Вот это и называется покупка человека часов. За это заплатив деньги, вы сэкономите себе 2-3, а то и неделю. И это, поверьте, этого стоит. Вот так же и в рукоделии. Рукоделие ничем не отличается от другой какой-то сферы деятельности. Человек, приобретая у вас украшения, он вам платит за ваши человека часы. Те часы, которые вы потратили на изготовление того или иного продукта. Продукта, украшения, какой-то бижутерии. Ой, какой красивый. Повязочки, обруча, неважно. Но, тем не менее, все это покупается и все это продается. И, естественно, отвоевав себе время, можно сказать, купив его, нам нужно найти рынок сбыта. Это один из самых, наверное, главных вопросов купли-продажи. Тот же самый логопед, тот же самый диетолог, тот же самый преподаватель, он должен быть востребованный. Востребованы должны быть и вы. Вот это и есть самое тяжелое из того, о чем я хочу вам донести. Помимо того, что вам нужно найти рынок, вам нужно поставить соответственную цену. Для того, чтобы удержать покупателя и не обидеть себя. Ну что, вопрос цены мы затронем чуть позже, а сейчас мы обсудим рынок сбыта и все та же экономия времени. Самый лучший способ заявить о себе, это выйти на улицу торговать. Для того, чтобы клиент мог не только посмотреть на фотографии, но и потрогать, прикласть к ребенку, посмотреть, пощупать, с чего оно сделано и как оно крепится. Вот этот самый лучший способ, который действует сейчас. У меня других способов и нет. Еще весной, это примерно в первых числах мая, я покупаю рекламу. Рекламу я покупаю в социальных сетях, в тех социальных сетях, которые у нас более популярны. У нас более-менее это контакт, вайбер и инстаграм. Чаще всего я покупаю в вайбере и в контакте. И то, покупая в контакте, ссылку я даю не на мою страницу в контакте, а на страницу в инстаграме, там, где я нахожусь чаще всего. К сожалению, одного вашего таланта для того, чтобы раскрутить вашу страницу, вам не хватит. Обязательно нужна реклама. Что с ценой, это как договоритесь. В двух группах вайбере у меня взяли моими изделиями, а в контакте платила деньгами, исключительно по договоренности. А может у вас есть хорошие друзья, хорошие подруги, которые занимаются СП покупками детской одежды, и тогда у вас вообще зеленый цвет. Как часто я покупаю рекламу? Рекламу я покупаю чаще всего два раза в год. Первый раз это в начале мая и в начале августа. Чаще всего к школе начинают готовиться именно после 20-х чисел. Не в начале августа, а после 20-х. Конечно, одежду они приобретают раньше, а вот с заколками буквально за пару дней до 1-го сентября все бегут, все требуют, все просят. Из-за этого самые популярные украшения я начинаю нашивать уже сейчас. Покупка инструментов. Хотя это и немалобюджетный вклад в вашу работу, но он себя оправдывает. Тем более для покупки инструментов у меня есть отдельные правила, о которых я расскажу чуть-чуть попозже. Но что такое для нас покупка инструментов? Это так же, как и со стиральной машиной. Можно стирать в тазу. Дешевый инструмент и минимальные затраты. А можно купить дорогую по сравнению с тазом стиральную машину. То есть, покупая инструмент, вы покупаете себе время, которое, ох, как пригодится после того, как вы купите себе рекламу. Следующий и очень важный вопрос, связанный с нашей деятельностью. Это заработок. И откладываем деньги на материал. То есть, при любых продажах, я средства, затраченные на изготовление того или иного украшения, всегда откладываю отдельно, а средства, которые я заработала, откладываю отдельно. Никогда я их вместе не совмещаю. Еще, например, я пришла с уличной торговли. У меня заработанных полторы тысячи гривен. Я 500 гривен откладываю на материалы. 1000 гривен – это мой заработок. Но из этой тысячи я обязательно откладываю хотя бы 50-100 гривен на инструменты. То есть, если вы каждый раз будете откладывать на инструменты, то в конечном счете, когда вы их приобретаете, приобретаете вы их не так часто. Вам вполне хватит. Свои инструменты я обновляю примерно раз в два месяца. Ну и каждый месяц я обновляю свою коллекцию картинок под эпоксидные наклейки только в электронном варианте. Скажите, что картинки сейчас не актуальны? Не скажите. Сейчас в замену картинок пришли планеры. Но планеров никогда не хватает. Сколько их не купишь, их все равно не хватает. То им понадобятся лошадки-пони, то лолки, то школьные планеры. И ждать новые планеры для того, чтобы сделать украшения, я не буду. Так как выхожу я торговать как минимум два раза в неделю. А если позволяет погода и три, то не хватает. Следовательно, если вы откладываете на первый взгляд небольшие средства, вам в течение двух-трех месяцев вполне хватит на покупку новых инструментов и покупку новых картинок под эпоксидные наклейки. Почему я не делаю картинки самостоятельно или не распечатываю уже готовые листы, которые есть в интернете. Самый первый пример, почему я не распечатываю больше листы. Я вам подробно потом покажу, как я распечатываю. Вот смотрите, я заказала себе четыре листа разных картинок. На то время мне казались они клевые, они вполне быстренько у меня уйдут. Но из них мне понадобились всего три пары. Ну вот эти чаще всего. Здесь вообще у меня две пары. Здесь три пары. Вот изначально какая была планшетка с набранными картинками. Что я сэкономила неизвестно. Вообще ничего не сэкономила. А вот как я заказываю теперь. На каждый лист я собираю картинки самые популярные. От двух пар на одном листе до шести пар одних и тех же картинок. Чаще всего мы делаем повторки. То есть сделать украшение, подобрать цветовую гамму, само украшение сделать. Потом сделать хорошую фотографию, обработать ее. На это потребуется как минимум час, а то и полтора. И если на каждую картинку затратить столько времени, то за час вы не успеете и одной пары сделать. И не успеете оправдать то затраченное время. А когда на вашем сайте есть хорошие, красивые бантики, на которые у вас всегда есть картинки, то и вам легче. Сделали повторку, не парясь о том, есть ли у вас эта картинка или нет. А так получается, вам придется только ради одной картинки распечатать весь лист. Вот так. Вот у меня еще Леди Баг и Супер Кот. Тоже очень популярные. Вот эта картинка мега популярная. Она всегда ходовая. Я заказала целый лист одних и тех же картинок. Вот это школьная тематика. Здесь тоже шанельки синие, а здесь черно-белые. Потом единороги. И Лол единорог. Лолки-принцессы. Вот, кстати, у меня не тронутый еще лист такой. Очень популярная подборочка у меня. Вот такие. Лошадки-пони до сих пор не отступают. И Лолки-принцессы. Вот эти на данный момент самые популярные. Не так уж и много листов. Здесь, ну, пускай 7-8 листов. Еще у меня есть пару листов школьных. Я их еще не распечатала. Распечатывать буду уже в августе. Но картинки можно собрать дома самостоятельно. И распечатать в любом фотоателье. А у некоторых даже дома есть хорошие цветные принтеры. Можно. Те, кто умеет хорошо и качественно это делать. Я не умею. Я пыталась. И не раз пыталась. Я потратила на это 6 часов. Ребята, 6 часов. 6 часов для картинок под эпоксидные наклейки. Это очень дорого. За час я успеваю сделать как минимум 3 пары украшений. Даже если я за час сделаю одну пару украшений, то я не зарабатываю с одной пары 15 гривен. Стоимость в электронном виде листа стоит 15 гривен. Я считаю, что легче, как говорится, купить человека часы, купить картинки и спокойно быстро работать. За 6 часов я успеваю дома убрать, приготовить еду, выделить часик для того, чтобы сделать хотя бы одну пару украшений и пойти за ребенком в школу. Это то время, когда ребенок находится мой в школе. А то время, которое я сэкономила, я лучше вечером лягу пораньше спать и, извините за выражение, ущипну мужа за попку. Это будет намного полезнее, чем я продолбалась возле компьютера. Еще очень важная часть, что касается финансов. Я никогда не оплачиваю свои новые приобретения или за детские, или с карточки мужа. Даже если я оплачиваю это с детских, только потому, что у меня не было времени зайти в банк и оплатить непосредственно через терминал. Только в этом случае и то перед этим я вытяну деньги из той копилочки, которая у меня предназначена для того, чтобы приобретать материалы. Положу все до копеечки и только тогда сяду и оплачу через приват 24 тот или иной материал. Если вы будете постоянно приобретать новые материалы и не откладывая на них, вы не увидите рубеж, зарабатываете вы вообще что-нибудь или не зарабатываете, или вы просто копите материал. Материала очень много. Материал на рынке Алиэкспресс выходит каждую неделю новый. Каждую неделю выходит новая лента. Каждую неделю выходит новая эко-кожа. Хочется всего. Но все мы даже физически не можем обработать. Мы просто его накапливаем. И если у вас заработок в месяц всего составляет 1000 гривен, а вы тратите на это как минимум 600 на приобретение нового материала, то смысла в вашей работе я не вижу. На мой взгляд, лучше тогда вообще не работать. Сделать украшение для своего ребенка и все, на этом хватит. Вот именно поэтому у меня строгие рамки, что касается дохода и расхода. Обязательно, обязательно заведите себе два кошелька. Кошелек дохода и кошелек расхода. Никогда не пожалейте. И посмотрите, стоит ли вообще вам этим заниматься. Ну что, поговорим, что такое цена. Что такое цена? Цена это не только то время, которое вы затратили на производство того или иного изделия. Главным фактором цены является конкурентноспособность. К большому сожалению, у нас очень много конкурентов. И поверьте, те рукодельницы, которые живут в вашем городе, это малая доза конкурентов, которые у вас есть. Самый большой конкурент, который у вас сейчас, на данный момент, это китайский шерпотреб. Для примера, идем на центральный рынок. Резиночки из кукол Калми Лол. Куколки Лол похожи на чебурашки. Я видела этих куколок Лол, огромные глаза и бантик. Издалека я подумала, что это чебурашка, потому что бантик не напоминал бантик. Он больше напоминал ушки чебурашки. Ну, вот такие резиночки стоят 15 гривен пара. А у тебя резиночки самые недорогие 45 гривен пара. Разница, видите? Так три пара, а так одна пара. Вот кто главные наши конкуренты. Не 7-8 рукодельниц, которые живут в вашем городе, а вот этот китайский шерпотреб. Следующий китайский шерпотреб легче найти, чем вас. Для того, чтобы вас найти, нужно постараться. И вам нужно постараться, и клиенту нужно постараться. А китайский шерпотреб есть на каждом углу. Есть в любом магазине американские бантики. Красивые, шикарные. Я вам показывала их в инстаграме. Кто не видел, подпишитесь на инстаграм, посмотрите. Ужас. Вы мне написали, Марин, ты что, заболела? Да, я заболела. Вот такие бантики доступны. Их можно купить на каждом углу. А вас надо поискать. И для того, чтобы вас не надо было искать, вы должны купить себе рекламу. Купить, чтобы вы знали, что вы у всех на виду. То есть, или вы выходите на улицу, или мозолите глаза в социальных сетях, или мозолите глаза в вайбере, в инстаграме, где угодно. Но люди должны знать, где они без проблем, и завтра же могут купить то или иное украшение. Хорошо, коробочка упакована, но мы с ней справились. Давайте теперь посчитаем, сколько стоят наши резиночки. Как правильно вычислить цену. Правильно. Живете вы в Украине, Белоруссии или в России. Берете свою среднюю заработную плату или минимальную заработную плату. Кто на сколько оценивает свой труд. Высчитывайте, сколько вы затратили время на изготовление. Высчитывайте амортизацию инструментов. То есть, вы использовали пинцет, ножницы, терморезку, коврик, горячий пистолет. Прибавляйте это к времени, которому вы затратили на изготовление, на фотографию. Ребят, серьезно. В Украине это не рулит. Я не знаю, как, где, но в Украине это не рулит. Это было бы шикарно, когда те бантики, которые стоят 15-20 гривен, продавать их по 85 гривен. Другой цены не получается. В Украине не купят бантик на каждый день по цене футболки. Это было бы шикарно, если бантик стоимостью 20 гривен у вас покупали за 90. Ну, продадите вы даже 20-гривневый бантик за 90. Сколько штук? 15-20. Это не заработок. Вы просто крадете время у своих близких. Легче, как говорится, пойти устроиться на какую-то работу, которая не занимает целого дня, если у вас маленькие детки, и спокойно жить себе. Ну, так что, давайте все это бросим? Нет, бросить это я не предлагаю. Есть адекватная цена. На мой взгляд, она адекватная. Есть разные бантики. Есть бантики очень дорогие. И такие обязательно должны быть в вашем ассортименте. Вы не должны останавливаться на бантиках, которые стоят от 30 гривен пара, ну, самые обычные, до 85. У вас должны быть и дорогие, и красивые бантики. Кто-то может мимо пройти вашего столика и посмотреть, фу, китайский шортпотреб. А кто-то пройдет и посмотрит, класс, какие клевые. Кстати, самые дорогие бантики и привлекают ваших клиентов. Потом, когда они уже заходят, смотрят, спрашивают цену, видят, что им не по карману, они соглашаются на более недорогой вариант. Но именно те дорогие бантики заставили того или иного человека подойти именно к вам. Да и клиенты у нас разные. Не раз ко мне подходили клиенты, выбирали самые дорогие бантики. Они даже не спрашивали цену. Они просто накладывали их в пакет. Я им давала упаковку. И они без разговоров, я им считала, расплачивались. А были, ну, к сожалению, таких очень много, которые подходили, смотрели. И были даже такие ситуации, когда мама реально при мне говорила, ты что, хочешь оставить нас, папа, без сигарет ради твоих каких-то бантиков? Да, и таких очень много. Вот из-за этого у вас должны быть разные бантики. Начиная от 20-30 гривен за штучку и заканчивая 250 гривен за пару. Кто-то спрашивает, а кто-то даже не спрашивает. Как я на данный момент высчитываю стоимость готового изделия? Если это у вас украшение по шаблону, то есть за час вы можете сделать как минимум две пары украшения, а то и три, и четыре, то я стоимость материалов умножаю на 100% и плюс прибыль. То есть если украшение такие легкие, звездочка, самая обычная звездочка из репсовой ленты стоит 15 гривен пара, то умножаем на 2 получается 45 гривен пара. Ну, 45 мы не поставим, 5 гривен бегать по кошелькам, искать мелкие деньги тоже мы никто не будем. Ставим 50 гривен. Как делаю я на данный момент? Если это украшение канзаши, на которые надо потратить довольно-таки большое время, не знаю, к счастью или к радости канзаши практически выходят из моды, иногда ими пользуются только на праздники, но тем не менее, если я делаю украшение канзаши, то я тогда считаю часы. Например, если сделать украшение на пучок канзаши, для этого потребуется как минимум три часа. Тогда стоимость я умножаю на три и плюс моя прибыль. Я бы рада была, если у меня украшение на пучок покупали бы по 200 гривен, по 300 гривен, но у меня не купят их. Не знаю, может у кого-то и покупают в Украине, но у меня за эти деньги не покупают. Оптимальная цена у меня для украшения на пучок, если это из атласных лент, 80, если репсовые максимум 150. Или если добавить какой-то дорогой стразовый декор, то тогда можно попросить 200. Но такие я делаю очень редко под заказ, потому что так просто на улице их не покупают. Но у нас есть еще одна загвоздка. Есть такие мастера, которые выставляют самую минимальную наценку и тем самым, как говорится, сбивают рынок. Чаще всего это исключительно новички, то есть они себе этим пытаются как бы говорится наработать клиентов, но клиент тоже не дурак. Он если видит, что изделия некачественные и самые дешевые, он в конечном счете будет искать что-то лучшее. Или в ближайшее же время они начнут приобретать более красивый и дорогой материал и поднимут цену. Это 100%. Но есть и другая ситуация. Есть люди с ограниченными возможностями и для них эти 10 гривен огромная прибыль. Скажете глупо, пускай идет где-то работает уборщицей, каким-то дворником и сидит себе на минималке. Чаще всего эти люди и на минималке сидят и пытаются хоть что-то заработать. Таких людей я ни в коем случае не осуждаю. Мне повезло, я живу в городе, где у нас довольно-таки большой рынок сбыта. Я чаще работаю именно в своем городе. Но есть люди, живущие в маленьких поселках, им тоже хочется одеваться, им тоже хочется вкусно кушать, им тоже хочется провести дома интернет, иметь хороший телефон. И они действительно рады и этим копейкам. Мне очень жалко таких мастеров. Дай бог им вдохновения, дай бог им хороших им хороших слов не хватает. Дай бог им хороших клиентов, которые по заслуге оценят их работу. Не тем новичкам, которые рано или поздно они все равно поднимут цену, а тем людям, которых действительно так как говорится жизнь побила. Некоторые готовы работать за минимальные деньги. Это к сожалению так. А также мы не забываем про китайцев. Вот это к сожалению наши главные конкуренты. А для того, чтобы новичок пробился, для того, чтобы новичка увидели, даже с его минимальными ценами, ему надо довольно-таки много постараться. Поверьте, это не те конкуренты, которых вы должны бояться. С вами была Мариша Пастахова. Я буду очень признательна, если вы поставите лайк и не пропустите ту рекламу, которая пойдет после окончания этого ролика. Пускай это будет мне маленькой наградой. Когда включаете ролики от Мариши Пастуховой, не выключите рекламу, посмотрите, не надо на нее переходить, просто оставьте. Займет буквально две минуты, а я вам буду безумно благодарна. Спасибо вам, мои дорогие. Пишите, в инстаграме я отвечаю всегда. Иногда захожу в контакт, иногда вайбер, но в инстаграме я есть всегда. жду ваших комментариев, жду тех вопросиков, которые вы хотели бы еще услышать и обязательно на них отвечу. Пока-пока. Валерий 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 Продолжение следует...